Почему не бегаешь? Я? Потому что слабому разминку не поможет, а сильному разминку не нужно. Суньцзэй, буржусь. Сегодня у нас необычный джемсейшн. У Игоря Луникова сегодня день рождения. Давайте ему поаплодируем. Лучший подарок, который мы можем сделать, ну, как известно, да, лучший подарок, этот подарок сделан своими руками. Сегодня в процессе борьбы вы своими руками можете попробовать ему сделать армбар, треугольник или еще что-нибудь. Игорь, классную услугу. Спасибо. Спасибо. Ну, собственно, все размялись, Игорь Сергеевич? Так, все размялись, хорошо. Хорошо, тогда, ну, как я предупреждал, что будет тесно, поэтому давайте соберемся поближе. Сейчас будет первое подводящее упражнение, очень простое. Вы его наверняка либо делали, либо видели по Ютубу. Мы передвигаемся потом... Представьте себе, что вы галима, да, вы передвигаетесь на руках, как если бы вы были обезьянкой, да. Очень важная часть, что я ставлю периодически вес на руки и поднимаю свои ноги, переставляю. Да, и вот так вот я двигаюсь в разные направления, разминаюсь в свой взгляд. Хорошо? Очень простая задачка. Давайте собрались. Раз, два. Юра, ты будешь какой обезьянкой? Да я не пойму еще пока. У меня с пальца замутано, так же, с меня обезьянка не получится. Не до конца представляю, как мы сейчас будем в таком количестве вообще отрабатывать, за что я на себя это задумал. Ну, может, побьемся на первый, второй, посмотрим. Хотя, может, пара вместо пояска. Пока следующий сольный дрил, тоже разогревочный. Наверное, мы их сделаем сейчас несколько. Первый, очень простой, я в этом из-за такого положения. Ставлю крючку в середину, раз, развернулся, сел плечами вперед. Мне очень важно сейчас, чтобы вы ставили таз и разворачивали спину прямо. Почему это, в принципе, важно? Так, кого я сейчас позову? Саш Козунин, где ты? Саня? Сань. Козунин, Саня, это ты, правильно? Понял. Не, встань. То есть, вообще, в принципе, да, вы понимаете, что в борьбе вы должны сидеть, если вы хотите играть, сидя по каким-то причинам, вы должны наклоняться вперед на партнера. Если я сижу вот так, и партнер меня сильно толкает в плечо, я падаю, и сейчас он у меня проходит. Если я нахожусь со спиной вперед, да, и партнер меня давит, ему меня передавить сложно. Спасибо. Я буду такие вот мелкие вещи периодически показывать. Поэтому, еще раз, мы находимся здесь, поставили ручку, раз, развернулись сюда, нож по упору, да, поднялись в другую сторону, раз, развернулись, обязательно в эту сторону, да? Понятно задание? Раз, два. Давайте попробуем с этим сейчас и вместе сделать. Погнали. Очень похоже, я начинаю отсюда, я разворачиваю свои плечи и свой локоть ставлю вот сюда, да, поставил, развернулся, развернулся, лицом сейчас в эту сторону, да, вернулся в другую сторону, поставил, то есть я делаю разворот плечами и в идеале вы сейчас начнете это синхронизировать. Развернулся, да? Нога в упоре, то есть она не лежит, я не пытаюсь ее поставить, как-нибудь, она, то есть я, как-то завалить, она в упоре и я могу, ну, как бы, за счет нее поднимать таз, если мне нужно смещаться, вперед, назад и так далее. Вы понимаете, тогда очень важно, что она в упоре и плечи все еще в ту сторону. Развернул, выше. Хорошо, собрались, давайте сейчас все вместе сделаем. Раз, два, вот. Ноги, ногу в упор, да, ну, не надо на сперку встать, понимаете? Прочее важно, провелочная для вас и влече вперед. Вы заваливаете палатку, должен быть вот это вот движение. Что я сейчас типично увидел? Первое. А, сейчас попробую вас выпустить. Вот так. Как бы, если вы, предполагаем, я не знаю, какое именно техническое действие вы делаете, когда вы так назад разваливаетесь, но, если это проход, вас перевернут мостом. Если это, что это еще может быть? Ну, что бы это ни было, как бы, у вас здесь нет никакого баланса, вы заваливаетесь назад и вам даже неудобно здесь находиться. Мне нужно, чтобы ваша позиция была более собрана. Я разворачиваюсь. Видите, у меня, как бы, мне, приятно, во-первых, не нужна эта рука для баланса. Я просто сижу на вот этой ноге. Эта стопа у меня работает активно. То есть, если мне нужно, я быстро возвращаюсь обратно. Если вы чувствуете, что вы теряете волна, что у вас не работает нога или плечи ушли назад, вы делаете снегами. Хорошо? Смотрите, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы будем делать все то же самое, но не стоя на коленях, а стоя на ногах. Давайте так, поднимите руки, кто смотрел когда-либо в детстве или юности фильмы с каким-нибудь Ван Дамом или Чак Норицем. Лучше с Ван Дамом. Или кто-то, кто не понял. Хорошо. Хорошо, а кто вы делаете в единоборство, пусть вы не подняли руки сейчас. Так вот, вы все помните, что почти в каждом фильме Ван Дам заканчивал с красивой вертухи, там, подпрыгивал и сажал человека. Я так не могу, но я точно уловил один важный момент, который нам нужен, вам нужен для следующей техники. Очень сложно привести в движение свои ноги и свой таз, если вы не работаете плечами. Это важная мысль. То есть, если я, ну, допустим, я бы занимался ударкой и хотел бы... Ударить в вертушку, не разворачивая плечи, получилась бы какая-нибудь такая кривая штука и все. Правильно? То есть, я запускаю плечи в движении, тогда я могу вращаться. Для... Ноги чуть подсогнуты, спина прямая. Что я делаю? Моя рука уходит к моей стопе и становится наколен. Одновременно с этим движением я начинаю делать своей ногой широкий шаг, подобный тому, как мы сейчас делали на предыдущих отработках. Раз. Раз. И выхожу в такую же позицию. Плечи вперед, нога в упоре и здесь мне комфортно бились. То есть, я могу смещаться туда-сюда, снова сюда вставать, если мне нужно. Мы сейчас про это поговорим. Ноги чуть подсогнуты, спина прямая, рука идет к своей стопе. Важно, не вот здесь, не вот здесь, не вот здесь. Она идет к своей стопе. Вам неудобно здесь стоять, когда вы поставили руку вот сюда. Это говорит о чем? О том, что уже должна пойти нога. И сюда выше. Еще раз показатели? Да, показатели. Ну, на самом деле, Женя, очень простой. Плеч, да? Плечо пошло. Да? Нога одновременно с этим. Если это делать быстрее, то... Примерно одинаково получается. Давайте сейчас первые номера на что-то работать. Собрались все вместе, раз, два! Первые номера, погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Кулакова О, она должна здесь играть. Ключи, да? Игорь Сергеевич, я с него. Это точно не Капаэра? Не точно. Абсолютно не точно. Сейчас хотелось устоять, но не буду. Это прямой эфир? Нет, это не прямой какой-то запись. Все равно ты ничего не вырезаешь. Алексей попытался предложить, что вот эту технику, которую я буду показывать, называю бэкстэмом. Я сегодня еще раз посмотрел, открыл YouTube, перерыл весь YouTube. Просмотрел три страницы техник. Абсолютно везде бэкстэмом сейчас поставлены. Я иду вот сюда, пропустил андерфок. Да, вот и взял андерфок. Бэкстэмом называют вот эту историю, когда здесь перешагнули. Партнер, соответственно, держит там гарт, я либо здесь его прохожу, либо там уйду на футболки, на речке колене и прочее. Поэтому я этот чехник отделяю, называю по-другому. Я ее называю сайдстэмом. По сути, движение такое же, как на бэкстэпе, но чтобы не путаться, вот этот вот проход хабгарда, мы его будем называть бэкстэмом, и мы его не будем сегодня обрабатывать. А то, что я называю сайдстэпом, мы сегодня делать будем. Закончили с неважным, теперь клипом, важно. Что мы, собственно, делаем? Партнер держит сейчас чуть-чуть больше пространства, сейчас дай мне, да, вот так вот. Где-то вот так вот ноги. Я здесь могу оказаться в разных ситуациях, некоторые из них мы рассмотрим. Но пока само движение. Смотрите. Мы находимся вот здесь, да. Здесь могла быть внутренняя деларива, еще что-то. Я делаю, ну, ее сейчас уже нет, да. Партнер просто вот так лежит. Я делаю небольшой шажок, то есть толкая ноги партнера двумя своими руками, да, делаю небольшой шажок сюда. После чего, еще больше, больше, больше не стабильный, делаю точно такой же движение и выхожу, ну, по сути, на сайт. Очень просто, да, то есть мы здесь находимся и выхожу на сайт. Очень важный момент. Распределение моего веса. После того, я оказался вот здесь, если партнер пытается мастить, еще что-то делать, как бы я за счет этой ноги и прямой спины нормально балансирую, партнеру тяжело будет уходить, поверьте. Если, возвращаясь к тому, что я поправлял до этого, я делаю это вот так, партнер делает мост и как меня снимает, гарантированно. Мне нужно, чтобы мой вес был спереди, а для этого, вернее, для того, чтобы загрузить таз партнера. По сути, если попытаться, я не могу поставить на паузу гравитацию, но если попытаться сделать это очень медленно, то есть я подшагну, рука, идем вот сюда. То есть, как бы иногда я попрыгиваю, но мой иногда нет, это не принципиально, но важно, что само движение точно то же, как мы делали до этого. Мы меняемся самостоятельно четыре раза один, четыре другой. Хорошо? Собрались! Раз, два! Мне понадобится сейчас ваше внимание, потому что, ну, то, что я сейчас хочу сказать, оно качественно может улучшить борьбу каждого из вас. Потому что это про тактику. Коллеги, которые занимаются ударкой, не дадут мне соврать. Крайне редко мы можем увидеть бокс, нет, есть там такие чуваки с лагеря, которые ходят и... будет, будет, будет... но это, как бы, особая история, тяжеловесы всегда, и... ну, как бы, это не самый интересный бокс. То, чем мы восхищаемся, то, на что мы с удовольствием смотрим в боксе, да, это комбинации, когда человек, там, кинул джеб, джеб, печень снова в голову, то есть меняет, как бы, уровни. То же самое тайский бокс, когда смотрим, кикбоксинг. Мы видим разную работу по уровню. Для чего? Для того, чтобы запутать оппонента. Никогда не работает ударки. Такая история, чтобы раз мы... противника нашего уровня, когда он свежий, в нормальном состоянии, и плывет, чтобы мы взяли и сразу вот там... выстегнули. Ну, либо бывает такое очень редкое, это просто удача. Обычно это, как бы, набор каких-то последовательностей, когда вы обманываете противника, подловили его, заставили ошибиться, посадили на вас. В борьбе это работает так же. Это очень важно понимать. При борьбе с оппонентом равного уровня, который, там, сейчас, в данный момент, не перегорел, не устал, там, не знаю, с ним все нормально, вы не можете сделать тупо одну текст. Ну, в предусловии, что вы оба уже не новички, да? Так не работает. Так не работают проходы, так не работают сабминсы, ничто так вообще не работает. Даже если вам, глядя на схватки топовых черных поясов, кажется, что он взял и просто сделал какую-то технику, если начинать в замедленном режиме рассматривать видео схватки, вы увидите, что он все равно показал одно-второе, просто очень быстро, да? Там очень быстро происходит обмен мнениями по поводу того, что будет работать, что не будет. И, ну, в конце концов, он перехитрил и что-то сделал. Аналогично, теперь к бэкстену. Почему я все это? Ее в мозге. Первый момент. Я люблю, я считаю, что нужно минимизировать количество различных положений, с которых вы боретесь. Ну, то есть, это ненормально, если вы, опять же, для ударки должны, чтобы джеб бить вот так стоять, чтобы бить боковой как-нибудь вот так стоять, чтобы бить аппер-кот вот так стоять, да? То есть, как бы, знаете, это фигня. То же самое должно быть и с борьбой. Чтобы быть непредсказуемым для вашего противника, а вы убеждаете, когда вы непредсказуем, вы должны из одного положения иметь возможность атаковать в абсолютно разные стороны. Поэтому, то есть, глобально, вот из какого-то такого положения, да, я могу делать низ лайк, я могу делать х пас, я могу делать, ну, да, так тоже бывает, в общем, я глобально хотел сделать бэгриф, я могу, если партнер пытается мне выпихивать, делать дэкдрак, и так далее. То есть, масса техник из одного положения. И в том числе, одна из них, это бэкстэк. Это как бы ответный вопрос, когда его применять. Оказаться мы в этом положении, если вы, ну, кому-то непонятно, можем совершенно по-разному. У нас была тыла лива, например, да, я сорвал захват, исчистил, вот я работаю на проход. У нас был закрытый гард, я поднялся, раскрыл ноги, вот я здесь работаю на проход. И так далее. Примерно такое положение бывает довольно часто, и вы можете сами в него осознанно приходить. Зачем это нужно? Очень часто. Почему вообще в дэкстэк? Ну, сейчас в отделом еще одно технику с ним, но почему он вообще важен? Мои ученики, или люди, которые видели, как я секундирую на соревнованиях, видели, как из меня начинают выходить бесы, в буквальном смысле. Когда я вижу момент, что противник уже расцепил ноги, вот типичная ситуация. Видите, были сцеплены ноги, да? Я тут, короче, давлю, 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 такой, партнеру персты руками, там не дает. Мы тут боимся. Какой-то метод расцепляет ноги. Да, они уже расцеплены, отлично. Я давлю, давлю, все, что мне сейчас нужно сделать. Я его прошел. Как бы одно. Очень часто у верхнего есть заряд. Все, сейчас я его не положу, всю физку, и задавлю его. И не положу. И как бы две минуты проходит, вверх не устает. Но набираем, закателись, продолжаем разговор. Это то же самое, возвращаясь к примеру с ударкой. Как если человек, он здесь уже перекрылся двумя ругами, а вы все в одну точку сажаете, сажаете, думаете, что он не падает, что я все устаю как-то, потихонечку. То есть, глобально ваша борьба, чтобы она была хорошей, чтобы это была борьбой серьезного цветного пояса, коричневого, вероятно, черного, я не буду пока об этом рассуждать, но вероятно, вам нужно работать над комбинацией. И бэкстеп, сайдстеп, сайдстеп, это отличный способ комбинировать почти все, что угодно. Мы сейчас посмотрим как раз на варианте хабгар, это будет последнее, что мы сегодня поделаем, для того, как начнем бороться. Предположим, у партнера здесь был не шилд, я вот здесь давил, пытался его пройти, пытался выиграть руку, у меня не получилось. Помните, мы начинали в начале с этих движений гориллы. Я ставлю ручку вот сюда, этой рукой беру захват за штанин. Сейчас, я буду сейчас переносить вес на вот эту руку, делать прыжок, мы здесь находились, я перенес вес на руку, прыгнул, и тут же он спершал. И я советую отсюда выходить на сайд, это очень хорошее положение, которое вы гарантированно удержите, и вас не снимут мостов. То есть вы здесь фиксируетесь, берете балл, работаете дальше. Еще раз, поставил ручку, чуть перенес сюда, вес, да, раз, тут перешагнул, и тут же выжил на силу. Последний раз. Продолжу. Я здесь, почему я именно показываю, что я давил, потому что партнер наверняка начнет нас тут. Ну, как бы, вы не сделаете, опять же, это в тупую. Если вы сидите здесь, у партнера сцеплены ноги, вы как раз пойдете на не слайд, не квив и так далее. Вот. Но обычно, когда вы здесь начинаете давить, человек, чтобы ему не сложили ноги, начинает поднимать их выше, расцепляет вот эту ножку, отлично, вы этим сейчас пользуетесь. Захван за штанину. Переношу вес сюда. Раз. Перешагнул. Хорошо, на сегодня. Спасибо. Попробуем? Собрались! Раз, два! Ух, самое мое долгое объяснение за много лет. Слушай, ну, зато выглядит очень интересно. И главное, доступно. А люди все подходят. Тебя не пугает количество? Ух, ага. Пока... Сейчас. Я выдохну? Тяжело одновременно объяснять технику. То есть прыгать, скакать и говорить очень тяжело. Отдыхалка грустится. Так вот, пока рекордное количество на дне борьбы, которое я видел, было чуть больше ста человек. Поэтому нет, не пугает. Первые две схватки все поборются, потом половина будет дышать, пить чай, и будет все равно комфортно и свободно. Рок! Уголок халявщиков? Ну, как бы, да. Пацан, да. Чуть-чуть. Типа вы и так умеете, да? Никак нет. А что ты думаешь, умеете мне? Блин, спалил нас, а? Ну, покажи, покажи свой лучший сайз-теп. Попалил, давай. Хера ты, ниндзя. Ну, так, на троечку, на самом деле. Плять. На самом деле, очень здорово. Много народу. Офигенно. Я люблю заканчивать на этом смс-ы. Смогу, с вами синие техник. То есть, это был универсальный проход гарда, все бы делали только его. Если был универсальный сабмишн, все бы делали только его, ну и так далее. Мы бы за полгода осваивали между жжей, и шли бы дальше заниматься всем другим. Поэтому... Йор, можно идти? Я начинаю делать такую же историю. Я поднялся, партнер сцепил здесь ноги, не хочет мне давать на 2 пояс, что я хочу уйти на 3 ст. таковарно. Отлично. Я не буду тогда ненесать, потому что, ну, как бы. Человек не может и плотно... Сейчас. Я про ноги. Человек не может и плотно вот здесь держать ноги, не давая мне места ненесла, и в то же время сцепить ножки после того, как я поднялся. Человек, когда он что-то делает, он что-то вам отдает. Я люблю говорить, что в БДД в двух рядах либо это борьба для джентльменов, ну, либо борьба для так. Вот. Но в любом случае, мы, если мы джентльмены, да, или борьба для джентльменов, мы должны запомнить простую вещь. Мы в борьбе не делаем то, что мы хотим, мы делаем то, что нам дает партнер. Нравится нам это или не нравится, это так. Если человек зажался как камень вот так вот в закрытом карте, ну, вы не сделаете ему треугольник, вы его перевернете, еще что-то, ну, как бы, вы замучаетесь его и вы уходите на треугольник. Если человек, я не знаю, так вот поджал, вы прошли ему гарден, вот так вот поджал ручки, ну, вы не сделаете ему рычаг, это сложно, вы его задушите, да, и так далее. Вы просто отдаете, вы берете то, что он вам отдал. Аналогично и здесь, еще раз, то есть, если партнер, сейчас ты плотно держишь ноги, то есть, как бы, не цепляешь, и ты, имею в виду, не даешь мне не стать, и всякие такие штуки. То есть, я поднялся, фартер понимает, что я хочу нанесла, это идти. Юр, так как ты сейчас делал, ты тоже мне не сильно составляешь проблем, потому что, когда у тебя просто ноги, я тебя вот сюда сложил. Это тоже хорошая демонстрация, да, человек попытался поджаться и одновременно сцепить ноги, оставил невозможность просто их, ну, тупо сложить. Я знаю, что ты сейчас пройдешь, скажем, не то, чтобы это не было целью демонстрации, так вот, вот отсюда, когда у него плотно ноги, да, я не могу, не цепляй, я не могу сделать ни слайд, но, ух, делайте, вот, цель. То же самое, когда я поднялся, партнер проскусил, мы коварный замысел, сцепил ноги, да, я иду на ни слайд, и так далее. то есть, все равно, все проходы, работающие, вы должны отрабатывать комбинации, у вас только либо на уставшем партнере, я скажу, либо на партнере ниже по уровню, будет срабатывать, что вы взяли в тупую, прошли человека одним проходом. Бэк, сайдстеп, который мы, сайдстеп, который мы сегодня отрабатывали, для вас является, для всех, хорошей опцией, его можно привязать при должных фантазии к огромному количеству разных проходов, которые вы уже сейчас делаете, и как бы таким образом сильно разнообразить вашу борьбу. Еще раз, помните вот этот пример, я его правда вижу на соревнованиях периодически, когда человек проходит хавгард, давит, 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 нижний уже раскрыл ноги, тебе все, что нужно, чтобы взять чертовы 3 балла за проход, это просто сделать этот сайдстеп, бросить этот захват, за плечи и перешагнуть, но как бы у человека включается, ему мешает адреналин, там еще что-то, и он тебе давит, давит. Вот, если вы будете бороться более хитро и более умно, ваша результативность на соревнованиях вырастет, а ваше удовольствие от борьбы тоже. Как-то так. Хорошо. Вопросы, заявления, предложения, петиции, жалобные книги, что-нибудь есть, да? Вот. Сейчас будет музыка, чаек и борьба. Хорошо? Вопросы есть? Нет? Отлично. Тогда первая ставочка в гир, разбиваемся по парам. Раз, два. Откуда ты к нам приехала? Из Твери. Да ладно, прямо специально для этого или чисто в командировке? Нет, мы себе направлены сюда, ехали побороться, и с днем рождения человека поздравить. Сколько схваток отборолось? Все. Все? Не знаю, сколько их было, все. На какой схватке ты сбилась со счета? На седьмой. Устала? Очень. Ну, довольная. Отлично. Надо почаще приезжать сюда. Сто пудово. Да, и всем советую. Десять схваток, это, не знаю, это лучшее, что может случиться за неделю на тренировках. КОНЕЦ